В округе стартовал осенний фестиваль «Готов к труду и обороне». В спортивном празднике, который проходил в течение двух дней на стадионе «Урожай», приняли участие более 200 человек. Насколько люберчане физически подготовлены, расскажем прямо сейчас. Рывок гирей, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, бег на длинные и короткие дистанции, наклоны вперёд на гимнастической скамейке. Ребята ловко и с азартом осилили все испытания, в очередной раз подтвердив, что люберцы – территория спорта. Сейчас сдаю ГТО, опять же, третий раз, золото, идут. Выполнен первый норматив, хорошо идёт, новый личный рекорд. Сейчас было метание мяча, ну, собственно, 48 метров, золото, пятая ступень ГТО. Комплекс состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами. Сегодня на стадионе ученики средних и старших классов. Многие сдавали ГТО впервые. Решил попытать свои силы, скоро экзамены, тем более. Даются дополнительные баллы, неплохой шанс показать себя. Ведь я всё лето занимался, тренировался и готов сдать на золотой значок. Нормативы ГТО выполнили около 200 человек. Участие в подобных спортивных состязаниях – дело добровольное. Однако хороший результат даёт свои привилегии. Выпускники школ – да, это дополнительные баллы на ЕГЭ. Соответственно, это для них более, скажем так, приоритетно. Разные ступени ГТО, соответственно, могут сдавать люди от 6 лет до 70 и даже старше. Можно с уверенностью сказать, что ГТО в городском округе Люберцы будет набирать популярность день за днём. В Люберецком центре тестирования ГТО зарегистрировано почти 2000 человек. Более 50 из них в этом году стали обладателями золотого значка «Готов к труду и обороне». Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.